Трудовые коллективы из Люберец сразились в волейбол за кубок главы городского округа. Свои команды выставили образовательные учреждения, спортивная школа, детский сад и производственные предприятия. Кто завоевал заветный трофей, знает Григорий Ворванин. Из 15 команд, участвующих в турнире, явных претендентов на чемпионство было несколько. В их числе команда 15-го лицея. Она уже становилась победителем соревнований по волейболу среди педагогических коллективов городского округа Люберцы. Подтвердить статус одного из фаворитов волейболистам удалось в первой игре. Победа с большим преимуществом над командой школы номер 19. Мы первый год играем, так что настраивать нас не надо. Я вот 20 лет в воле уже. В принципе, мне никакого настроения не надо для игры. Встреча достойная финала. Так можно сказать об игре между командами БТ-экран и лицея номер 4. На площадке эти соперники не уступали друг другу, попеременно ведя в счете. Преподаватель лицея Аназотова признается, в последний момент победить ее команде помешал неверный расчет. Когда ты выходишь на площадку и знаешь, что напротив стоит хорошая команда, в конце ты надеешься на лидеров, а лидеры испытывают в этот момент большие нагрузки, поэтому не всегда получается. На площадку в составе команды школы Олимпийского резерва вышел депутат Совета депутатов городского округа Павел Софьин. На стадии 1-8 финала его коллектив легко одолел соперников из 54-й школы. Я во все виды спорта стараюсь заниматься и лыжами, и коньками, и тяжелой атлетикой, и футболом. Сейчас прекрасный турнир волейбольный, вот поиграем в волейбол. У нас хорошая команда, надеюсь, что мы покажем здесь хорошие результаты. Соревнования проводились по олимпийской системе. Проигравшая команда выбывала из турнира. В финале за кубок главы городского округа сыграли представители Дворца спорта «Триумф» и Школы Олимпийского резерва. Фортуна была на стороне триумфаторов. Они получили главный трофей.